друзья мои дорогие всем здравствуйте мы с вами тему манипуляции уже с разных разных ракурсов разбирали в том числе раскрывали разные типы манипуляции сегодня хочу поговорить с вами про такую знаете интересную линию в манипулировании в скрытом воздействии в абьюзивном воздействии да мы не можем сказать что например исключительно благодаря там какому-то особому взгляду благодаря зрительному контакту у манипулятора получается там что такое да с вами сделать каким-то образом на вас повлиять но используя зрение используя приемы которые я вам сегодня перечислю которые мы с вами разберем этот человек действительно добивается больших результатов этот человек выбивает вас из колеи то есть зачем манипуляторы в том числе до подергивают вот эту вот тему но они вас таким образом да они у вас убивают почву из-под ног они пытаются застать вас врасплох они вам скрыто транслируют определенные вещи в частности превосходство над вами позицию сверху одно дело если человек вам словами начнет что-то говорить вы можете начать сомневаться сопротивляться вы можете выстроить защиту вы можете это оспорить другое дело когда человек словами вам говорит какие-то абсолютно социально приемлемые вещи но взгляд то совсем другой то есть благодаря этим приема они вас сбивают с толку дезориентируют устанавливают над вами скрытую власть то есть еще когда они вот эти вот приемчики подключают это им помогает действительно выкручиваться из более сложных ситуаций устанавливать над вами до разного рода действительно власть влиять на вас и так давайте подробнее разберем манипулятивный прием с помощью зрения 1 захват лидерской позиции что это значит это долгий пристальный взгляд между бровями такой не мигающий такой тяжелый такой пристальный может быть доводилось вам быть в подобной ситуации там при общении со старшими родственниками или там на каком-то совещании на каком-то собеседовании еще этот взгляд называют взгляд хозяина то есть человек вам дает понять что я контролирую обстановку я тебя сейчас оцениваю и я здесь решаю и вы можете в ответ как-то вот начать там моргать как-то вот вам некомфортно как-то теряться будете то есть они благодаря этому создают себе образ более таких уверенных более сильных они перехватывают инициативу таким способом другой подход двойные послания это когда человек вам говорит одно там какими-то жестами еще чем-то вам вроде как что-то там демонстрирует например свое доброе расположение или свое отношение какой-то теме а взгляд говорит другое взгляд показывает совсем иную картину да это может быть колкий холодный взгляд это может быть абсолютно равнодушный взгляд это может быть насмешливый взгляд и вы немножко такие раздерганные вы не знаете что вам думать вроде бы здесь вот говорящая голова которая утверждает абсолютно такие правильные и ожидаемые вещи а здесь совсем другое и вот у вас уже тревога вам страшно и вы перефокусируйте свое внимание с темы беседы на то чтобы понять а что же хочет этот человек что же этому человеку нужно и вам вроде как подсознательно хочется даже ему или ей угодить что ли хочется вот ну давай же вот расслабься то есть вас просто дезориентируют таким способом в очередной раз показывают что только я знаю как правильно только я влияю следующий прием ой хитрый прием я прям вот наблюдала такое когда вот это вот разбирала вспомнил там свои какие-то давние истории у меня была такая начальца она такая была прокачаны очень в плане нлп в плане манипуляции я понимаю на этим очень увлекалась и она вот это использовала называется этот прием дефицит внимания в чем суть вот смотрите вы с собеседником общаетесь по какому-то вопросу когда собеседник вам что-то говорит собеседник смотрит на вас внимательно концентрируется прям убедительно что-то вещает вы начинаете что-то человеку говорить в ответ и человек отвлекается смотрит куда-то в сторону какие такие очень хитрые недоверчивые взгляды бросает постоянно как-то вот сбивает вас с толку хотя формально идет нормальная ну здоровая коммуникация этот человек вот не переходит вот эту вот грань когда вы уже чувствуете что это хамство это не уважение к вам нет 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 человек вас слушает вроде как коммуникация соблюдается но вы чувствуете что что-то не то вы это как воспринимаете человек не доверяет вашим словам человеку не интересно человек сомневается но не знает говорить вам о том что он или она сомневается или не говорить то есть вы сразу себя ставите в позицию ниже вам уже хочется понравится угодить что там доказать вот что вот что-то вот такое на самом деле это тоже самое это попытка перехвата лидерство и создание вам дискомфорт следующий прием это программирование но то есть когда вам человек там абьюзеры вот эту вот штуку любит что-то внушает что-то там втирает вот как оно должно быть какое оно там будущее ждет тот еще и такой вот холодный тяжелый не мигающий взгляд то есть они занимают типа такую позицию гуру то есть опять же они транслируют вам насчет этого силу и власть следующий прием создание дискомфорта за счет разных зрительных приемчиков это когда человек вдруг начинает вас ни с того ни с сего там с ног до головы оглядывается на какой-то детали вот так вот застревает зависает или когда начинает как-то гримасничать вот да там что-то еще вы как бы там спрашиваете что что что-то не так да или вы не спрашиваете да но вы как-то мы начинаете дергаться да человек все человек вас выбил из колеи человек создал вам дискомфорт вы уже некомфортно не уверенно себя чувствуете на это и рассчитано другой прием нарушения границ посредством зрительного контакта это тоже можно сделать то же самое какое-то очень такой пристальное разглядывание тот же самый такой слишком откровенный взгляд там чуть-чуть приправленный какими-то жестами и мимикой опять же вот не так чтобы это действительно выглядел как какие-то масляные приставания тоже другой нет нет все норме да но вы чувствуете вот этот взгляд на себе и вам не комфортно вы быстрее хотите прекратить коммуникацию вы соглашаетесь на условия этого человека чтобы быстрее он или она от вас отцепился и следующий прием это иллюзия доверия иллюзия внимательного слушания тот самый взгляд треугольник область между глазами и ртом то есть вот возят они глазами по вот этому треугольнику медленно так основательно вы думаете но надо же как человек меня внимательно слушает но надо же как я могу этому человеку доверять какой он или она теплая по факту это просто прием активного слушания я и человек может Дождавшись, когда вы расслабитесь, когда вы подумаете, что между вами есть коннект, между вами есть доверие Уже совсем другие приемчики подключать Что делать, когда вы чувствуете, что ваш оппонент какие-то такие штуки подключает Вы понимаете, что какая-то игра ведется, но до конца вам не ясно Ну, во-первых, нужно оценивать всегда в целом Вот не только один конкретный прием, одно конкретное слово, а вообще Зачем этот человек вот здесь со мной сейчас общается, чего добивается Что это за человек, склонен он перехватывать инициативу или где-то как-то по-хитрому какие-то приемчики реализовывать Что еще, какие жесты и мимику я от этого человека вижу Помните про главные мотивы этого человека, что он добивается, что он хочет Сохраняйте самообладание, как только чувствуете, что вас куда-то в сторону эмоций понесло Продышались, возвращаемся на логическое русло Вообще не спешите делать выводы, когда вот эти двойные послания, вот это противоречит Это уже не очень хорошо, когда вот такая линия просматривается Ну то есть не спешите, дайте себе время Не игнорируйте детали, которые вас настораживают Если вас настораживает что-то в поведении, в манерах, в словах, вы как-то себе это заикарите Еще раз рассмотрите Если вы находитесь в ситуации каких-то переговоров и вот человек как-то вот так стал себя вести Вы не знаете, как сориентироваться Опять же вы, например, уйти не можете, потому что вам нужна эта встреча Там какие-то у вас обязанности Озеркальте собеседника, вот примерно так же Начинайте так же на него смотреть Начинайте так же себя вести И дальше посмотрите уже в какую сторону что вырулится Так помните, что действительно арсенал манипуляторов, он очень богатый Но самое главное, будьте подготовлены и не ведитесь на это Друзья мои, если вам будет нужна моя помощь, как психолога, как психотерапевта Буду рада видеть вас на своих онлайн-консультациях Мои контакты внизу под видео Пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!